То, что я сейчас расскажу, тоже будет по большей части стандартный материал. Другое дело, что этого стандартного материала огромное количество. Я как-то попытаюсь пройти по хитрой территории, чтобы желающие могли при желании посмотреть в известные учебники и понимать, что там написано лучше. Да, в прошлый раз я доказывал основную теорему о том, что фрабениусова теористика задает изоморфизм. Фрабениусова характеристика, одна же цикленный индекс, задает изоморфизм между кольцом представлений всех симметрических групп, то есть целочисленной линейной комбинации характеров, правда, с хитрым произведением, с произведением индуцирования, как его называют по-русски, в кольцо симметрические функции. Я, правда, не очень внятно выразился замечание, которое я написал на сайте, если кто заглянул на сайт, то мог прочитать, но я все-таки озвучу его. Совсем просто доказывать при помощи скалярного произведения, что это с рациональными коэффициентами изоморфизм. Вопрос, что происходит с целыми коэффициентами. А с целыми коэффициентами оказывается единственное наблюдение, которое нужно заметить, такое, что полнооднородные симметрические функции образуют, ну давайте с фиксированным размером разбиения, образуют как-то унимодулярный базис в λn с целыми коэффициентами. То есть объем пролепипеда относительно того скалярного произведения, которое на симметрических функциях есть, натянутого на h λ, равен единице. И вот из этого наблюдения чисто формально следует, что отсюда-сюда с целыми коэффициентами имеет место изоморфизм. Почему? Потому что мы знаем, что образ содержит... Давайте я нашу образ. Вот это решетка, натянутая на... где базисом являются неприводимые характеры симметрической группы. Ну и, соответственно, это ортенормированный базис. Но это тоже решетка, где там базисом являются, например, h λ или элементарные симметрические функции. Вот. Одна содержит другую. Скалярное произведение там одинаковое. То есть скалярное произведение вот здесь, оно согласовано со скалярным произведением характеров. Неприводимые характеры, у них фундаментальный пролепипед, объем фундаментального пролепипеда на них натянутого равен единице. Ну и вот найти функцию h λ, объем фундаментального пролепипеда на них натянутого равен единице. Но что отсюда следует? Отсюда следует, что на самом деле эти решетки обязаны совпадать. Ну то, что если есть две решетки, две свободно-обелевые группы с одинаковым скалярным произведением, так что объемы фонументальных проливитов совпадают, собственно, решетки совпадают. А почему это у неонобиллярный базис? Потому что двойственный базис, как мы знаем, к полным однородным симметрическим функциям, это маномиальные симметрические функции. А и то, и другое является базисом в λn. Но так как матрица-перехода целочисленная, что в ту сторону, что в другую сторону, а матрица-перехода от базиса к дуальному базису, это есть не что иное, как матрица-грамма, то есть определитель этой самой матрицы-перехода, это и есть объем, посчитанный, скажем, в одном из этих базисов. То есть другое дело, таким образом мы знаем, то есть сложность была в чем? В том, что в формуле для фарабинивских стерристики у нас какие-то знаменатели есть. Но вот оказывается, все эти знаменатели, так сказать, сокращаются, и действительно, если мы возьмем непреводимый характер симметрической группы, это его образ, это какая-то симметрическая функция с целыми коэффициентами. Но вопрос только какая? В прошлый раз я рассказал, так сказать, стандартный способ, но несколько немотивированный, приходить к функциям Шура с λ. Сейчас я немножко позанимаюсь функциями Шура, где-то, не знаю, минут 20, наверное, или полчаса. А потом забуду, что у нас есть формула для функции Шура, и объясню, почему представления симметрической группы естественным образом нумеруются диаграммами Юнга. Так, то есть в данный момент будем считать, что функция Шура это отношение двух, определена по якобе. Функция Шура с λ это отношение двух костсимметрической функции. Для того, чтобы писать эту формулу, напомню, что нужно считать, что у нас количество переменных ограничено, но достаточно большое, то есть если λ размера n, то нужно брать как минимум n переменных. Я все-таки буду использовать вот такие обозначения, где δ это набор n-1, n-2, 1, 0. Вот. Так, виноват. Здесь надо написать a δ. А a с каким-то индексом, это обобщенный определителем Вандермонде. То есть а с индексом μ, это обобщенный определителем Вандермонда, то есть альтернированная сумма, что там, по всем перестановкам. Знак перестановки. То есть кососимметрический аналог маномиально-симметрической функции. Ну а здесь просто сложение. Кусочкам разбиения λ, которые упорядочены по убыванию, нужно прибавить n-1, n-2, 1, 0. То, что в разбиении λ у нас могут повторяющиеся куски быть, а кососимметрическая функция разумно писать, только когда все эти показатели различны. Ну, может быть, я зря здесь взял буквы μ, но здесь под буквы μ подразумевается не разбиение, а просто набор чисел. А что такое μ? Ну, если μ это произвольный вектор μ1, μ2, μ, то определенно обобщенный Вандермонда. Ну, а для этого все равно обнуляется, если? Ну, он обнуляется, да. То есть обозначение имеет смысл, когда в μ есть повторение, просто а μ в случае, когда в μ есть повторение, равен нулю. Вот. Ну, а стандартное обозначение для тех определителей, которые там... Вот это просто Вандермонда. Показатели, соответственно, от одного... Показатели степеней от нуля до минус один. Ну, а это обобщенный Вандермонда, где показатели увеличены на элементы разбиения. Так вот, оказывается, что очень удобно считать с этой формулы, когда нам требуется найти коэффициенты разложения чего-то по функциям Шура. Ну и сейчас мы познакомимся с примерами таких вычислений. Ну, кто с этим хорошо знаком, тому придется немножко поскучать. Но, видимо, самая главная формула такая, что когда мы умножаем на сумму, то что у нас получается? Там самое простейшее... То есть более-менее все они называются формулами Пейери, те, которые я сейчас расскажу, и те, которые не расскажу. Самое простейшее из них это умножение на сумму переменных. Что будет, когда мы умножаем на сумму переменных? Ответ. Получается сумма функций Шура по всем диаграммам, которые получаются при рисовывании диаграмме лямбда одного квадратика, но при этом квадратик, конечно, должен пририсовываться так, чтобы получалась диаграмма. То есть если у нас, скажем, лямбда, вот такая диаграмма Юнга, то мы можем пририсовать квадратик вот сюда, вот сюда и вот сюда. Соответственно, для вот такой диаграммы лямбда у нас сумма трех слагаемых получается. Ну, доказательства. Ну, ясно, что у нас результаты раскалываются по функциям Шура с какими-то коэффициентами, надо только найти коэффициент. Ну, давайте домножим на Вандермонт. После домножения на Вандермонт окажется, что нам нужно просто-напросто вычислить коэффициент разложения вот такой кососимметрической функции по тоже маномиальным костосимметрическим функциям. Нас интересует коэффициент, который здесь возникнет. Ну, давайте поймем, какой же там коэффициент возникнет. Если мы посмотрим на старший маном здесь, вот здесь есть какой-то старший маном. x1 в степени лямбда 1 плюс n минус 1, x2 в степени лямбда 2 плюс n минус 2 и так далее. xn в степени лямбда n. То, что с ним происходит, когда мы умножаем на этот одночлен? Ну, с ним происходит следующее. Либо случайно показатели у каких-то двух... То есть задача, которую мы решаем, это с каким коэффициентом вот этот маном входит в произведение. Ну, ответ такой, что если у нас степень у каких-то двух переменных оказались равны, то этот маном, конечно, входит в нулевым коэффициентом в произведение, поскольку результат перемножения это кустосимметрическая функция. Он уже кустосимметрическая и там никаких... все... все такие... у всех маномов показатели различные. Вот. Соответственно, мы видим, что... что если мы умножили на переменную, то порядки показателей сохранились. Опять же, показатель перед x1 будет больше, чем... или равен... больше, чем показатель перед x2, больше, чем показатель перед x3 и так далее, больше, чем показатель перед xn. Таким образом, из старшего манома вот здесь, вот здесь, должен получиться опять же старший маном. Там, в лексикографическом порядке, если считать, что x1 это первая буква алфавита, x2 это вторая буква алфавита и так далее. Но вот оказывается, что это старший маном маномиальный костосимметрической функции как раз аμ плюс дельта, которое получено таким образом из нашей лямбды, что один из элементов разбиения увеличен на единичку. Но при этом мы видим, почему... что означает запрет пририсованный квадратика сюда. Пририсовывание квадратика сюда в нашем примере, что бы означало? Давайте сюда нарисуем. Значит, у нас был маном такой, x1 в какой степени? Сколько у нас? Ну тут очень сложно, чему равно n непонятно, n равняется 7, да? x1 в девятый, на x2, видимо, в восьмой, на x3... так, x2 в восьмой, на x3 должно упасть на на 3, на 3, в пятый, дальше x4 падает на 2, x3 падает на 1, x2 падает. Вот такой маном, правильно? На x1 в нулевую, кажется так. Так, он у нас должен быть степени 7 плюс... 1 плюс 2 плюс 3 плюс 6. 7 плюс 15, то есть 22. Интересно, сошлось или нет? 6. Не сошлось. Ну, во-первых, у нас x1, x2, x3, x4, x3, x2, x1. В общем-то, такие переменные. А, так, x5, x6, x7. В общем, у нас 7 переменных, поскольку... То есть можно было бы меньшее количество переменных взяли, но взяли 7. Соответственно, n равно 7. Это у меня 3 плюс 6 минус 1. А, понятно. Я 3 плюс 6 минус 1 неправильно посчитал. x8, здесь, соответственно, x7, здесь x4. x4 это что такое? Это вот это. Дальше на 2 уменьшается x2. Дальше на 1 уменьшается. Ну, в общем, вот так. Ну, теперь, наверное, степень... степень будет 22. 15 плюс 7, 22. Ну вот, соответственно, добавить эту клеточку, это что значит? Это увеличить вот этот показатель на единичку. Вот этот показатель на единичку увеличить не можем, то есть вот здесь добавить клеточку не можем. Вот этот показатель можем увеличить на единичку можем, этот показатель можем увеличить на единичку, а этот не можем. Ну вот, то есть в точности, там, разрешенные клеточки, после добавления которых диаграмма Йунга остается, они соответствуют тем старшим маномам, которые могут получиться. Ну и понятно, что каждая такая кустометрическая функция получается с коэффициентом 1. Но тут нам повезло, и старшим маномам получается старшим маном. То есть не меняется порядок переменных, поэтому все просто. То есть совсем простое топорное вычисление. Ну, правда, это простой... Из него можно сразу же вывести следствие такое. Чисто формально, что если мы берем представление... Ну, давайте я буквой ρλ обозначу представление симметрической группы, Фрабенюсовая штыристика которого это функция Шура. Тогда, если у нас есть представление группы Sn, ρλ, тогда при ограничении ρλ с Sn на Sn-1, как это правильно обозначать? Неизвестно. У нас получается прямая сумма представлений ρ, скажем, ν, где ν получается выкидыванием из диаграммы λ до одной клеточки. Я условно вот так напишу. Ну, правда, для доказательства надо использовать несложный факт из теории представлений конечных групп, который говорит, что скалярное произведение... Давайте я сформулирую. Доказательства используют такой факт из теории представлений конечных групп, совсем простой и элементарный, формула взаимности Фрабениуса, которая говорит, что если у нас есть две конечные группы, и мы имеем то функторы ограничения и индуцирования, они сопряжены друг к другу, но в такой... в элементарной формулировке. А именно, если у нас есть представление ρ группы G и представление, скажем, θ группы H, то скалярное произведение ограничения с G по H ρ и θ в кольце характеров группы H, да, равно скалярному произведению ρ с индуцированным представлением H на G. То есть чтобы посмотреть... в частности, чтобы посмотреть, сколько раз в ограничение ρ входит данное неприводимое представление θ, нужно посмотреть... ну пусть, к примеру, ρ и θ — это неприводимое представление своих групп. Тогда, чтобы посчитать кратность, как ρ при ограничении на подгруппу разваливается там в прямую сумму неприводимого представления, надо посмотреть, как θ при расширении, при индуцировании на группу G разваливается в сумму неприводимого представления. То есть сколько раз ρ входит в индуцирование представления θ, столько раз θ входит в ограничение представления ρ. Ну, отсюда сразу же чисто формально следует, значит, указанное следствие, если помнить или если знать, что на уровне симметрических функций вот это есть не что иное, как операция индуцированного представления. Ну, да. Как здесь сказать что-то без слов индуцированное представление, конечно, не знаю, но, в общем, заметьте, что... То есть первокурсники могут пока пропустить мимо ушей всё-таки, это долгая история, что рассказывать, а все остальные могут, значит, сказать, что... Сразу же мы видим, как, значит... В общем, основной факт про то, как диаграмма Юнга связана с теорией представленно-симметрической группы, вот из этой нехитрой формулы следует, что при ограничении на подгруппу надо, там, с Sn на Sn-1 надо выкидывать клеточки. Совершенно формально. Вот. Ну ладно. То есть в некотором смысле мы к этому, видимо, вернёмся, потому что это всё в более широком контексте надо произносить. Следующая формула Peary — обобщение. Я вот здесь напишу. Ну как можно обобщить? Тут мы умножали на сумму переменных, а можно умножать на произвольную элементарную симметрическую функцию. Ну и вы можете, наверное, быстрее меня написать ответ. Ну пусть σk — это элементарная симметрическая функция, тогда, когда мы умножаем на σ, на s λ, на функцию Шура, то у нас получается тоже сумма функции Шура по всем диаграммам μ, где диаграмма μ получается из диаграммы λ следующим образом. Может быть, даже лучше сначала... Ну давайте я всё-таки сформулирую. Получается следующим образом, а именно в каждый столбец добавляется не больше, чем по одной клетке. В каждый столбец добавляется... Нет, в каждую строчку добавляется не больше, чем по одной клетке. То есть μ получается из λ прибавлением... Ну вот я условно напишу столбца высоты k, но этот столбец, он может... может быть распределён по диаграмме. Ну, к примеру, в нашем примере вот здесь, как мы можем добавить σ3? При умножении вот этой функции Шура на σ3 мы можем... 3, 3, 1. Мы можем добавить клетки вот сюда. Мы можем добавить клетки вот сюда. Ну и ещё много вариантов, конечно. Давайте я ещё какой-нибудь один вариант нарисую. Мы можем добавить клетки, ну скажем, вот сюда. Ну а как запрещено добавлять клетки? Ну ясно, что запрещено вот так добавлять клетки, так нельзя. Это имеется в виду. Ну и доказательство ровно такое уже. Давайте посмотрим на то, как мы умножаем на кососимметрическую функцию, посмотрим на старший маном. Так как мы умножаем на элементарную симметрическую функцию старших маном, то есть вот а λ плюс δ умножаем на элементарную симметрическую функцию. Здесь у нас какие-то x1, x2, xk на одно слагаемое. Так здесь разные переменные. То ясно, что у нас каждый показатель у старшего манома увеличится на единичку, и либо опять показатели станут одинаковые, но это значит, что в произведении просто ничего такого не встречается, либо порядок показателей сохранится, то есть старший маном перешел в старший маном, ну и, соответственно, это означает, что у нас выбрано k переменных, и у каждой из k переменных показатель увеличен на единичку. Выбрано k переменных, у каждой из переменных показатель увеличен на единичку. Ну, лучше это опять написать в нашем примере. Значит, если здесь у нас, что там было? x1 в восьмой, x2 в седьмой, x3 в четвертый, x4 в квадрате, x5 в первой, да? То что мы можем сделать? Мы можем на единичку увеличить, скажем, показатель вот здесь, скажем, вот здесь и вот здесь. Ну, чему это будет соответствовать? То есть это будет в точности соответствовать тому, что мы вот в этой диаграмме пририсуем клеточку вот здесь, клеточку вот здесь и клеточку вот здесь. Ну, вы можете разобрать вот этот пример, например. Вот это чему соответствует? Ну, наверное, это соответствует тому, что x1 увеличивается показатель на единичку, x2 увеличивается показатель на единичку, и x3 увеличивается показатель на единичку. Ну, да, неудивительно. То есть умножаем на слагаемое просто x1, x2, x3. То есть опять из старшего монома вот этой кососимметрической функции а лямбда плюс дельта мы зарабатываем старшее мономо кососимметрические функции, которые отвечают вот всевозможным вот таким приписываниям. То есть это дело нехитрое. Да. Чуть более хитрая двойственная формула, когда мы умножаем не на элементарную симметрическую функцию, а на полнооднородную. И тут я, наверное, все-таки полное доказательство не произнесу, хотя оно, конечно, совсем нехитрое. Не произнесу я по двум причинам, потому что, во-первых, оно нам кажется не потребуется, мы его там логически обойдем. Но, во-вторых, это все равно упражнение. Формула Пьерри умножим на полнооднородную симметрическую функцию. Ой. Ответ такой. Тут получается сумма всевозможных функций Шура, которая по диаграммам Юнга, которая получается из диаграммы Юнга для лямбда приписывание, так сказать, полоски. Но эта полоска, она может состоять из нескольких кусочков. Главное, чтобы эти кусочки не перекрывались по вертикали. Да, полоска величины k. То есть если здесь кусочки, кусочки полоски не перекрывались по горизонтали, видите, вот полоска здесь, кусочек вот здесь, а здесь кусочек вот здесь. Если все спроецировать там на ухи ординат, то они не накладываются друг на другу. То здесь двойственная картинка. Ну симметричная, транспонированная. Вот. Другое дело, что если в лоб доказывать, тут немножко хитро получается, потому что уже неверно, что при умножении... В чем тут у нас дело? Тут уже неверно, что при умножении старшего манома... Старший маном произведения должен получаться из старшего манома, умноженного на одночлен, входящий в симметрическую функцию x-лянда. Потому что вообще говоря, если у нас здесь есть какой-то маном, входящий в полную однородную симметрическую функцию, то может случиться так, что у этого манома степень перед x1 маленькая, перед x2 большая. И, соответственно, старший маном здесь перестанет быть старшим. Относительно лексигра. Старшим среди всех маномов такого же вида. Старшим маномом из своей орбиты перестанет быть. Ну, соответственно, тут нужно про что-то думать, но мораль такая. Сейчас я попытаюсь картинку нарисовать. не выписывая формулу. Давайте буквой α обозначим набор вот этот. а1, а2 и так далее. Тогда утверждение состоит следующее. Утверждение состоит в следующем. Ну, α в полной однородной симметрической функции α прибегает, значит, все наборы, где сумма показателей равняется k. Ну, соответственно, можно написать какую-то такую формулу, что это сумма по всем α размера k, а с индексом λ плюс α плюс δ. Где мы просто к элементам разбиения λ, там λ1, λ2, λr, прибавляем числа а1, а2 и так далее. Вот. Ну, конечно же, здесь могут встретиться... Вот в этой формуле встречаются разные α, не только вот те μ, которые вот здесь. Но оказывается, что все остальные μ, кроме тех, которые нам нужны, они один раз встретятся с плюсом, другой раз встретятся с минусом. Ну, или, точнее, взаимоуничтожатся. Сколько раз встретятся с плюсом, столько раз встретятся с минусом. Ну, за счет чего? То есть, по одному разу встретятся только те, только теми, которые отвечают операцией умножения, при которой порядок, ну, в общем, старших маном переходит в старших маном. Давайте я пытаюсь нарисовать какой-то числе... нарисую численный пример. Значит, что же мы делаем? Мы каждый элемент разбиения увеличиваем на какое-то число. И какие вещи у нас сократятся? А сократятся у нас такие вещи, что если у нас случайно... случайно... Давайте я так нарисую. Ну, пусть у нас а, например, такое. Что там? А1 равно нулю, а2 равно единице, а3 равно тройке. Тогда можно осуществить следующую перестройку. А именно, вместо... Можно найти другой маном бета, такой, что а лямбда плюс альфа плюс дельта равняется а лямбда плюс бета плюс дельта со знаком минус. Но это сделать, вроде как, совсем не сложно. Ну, мораль такая, что сейчас у нас... Что если найдем то место в нашей диаграмме, где раньше... Раньше иксы-то было в какой-то степени, потом иксы плюс первое было, значит, в следующей степени. Ну и здесь там плюс и минус 1, а здесь, соответственно, сейчас. Ну ладно. В общем, найдем то место, где показатели поменялись местами. Тогда можно осуществить перестройку. Давайте я действительно говорить это не буду. Это, видимо, несложно и занимает строчку, но нам не потребуется, а хорошим упражнением является. То есть я долго думал, как это произнести, чтобы получалось снято, но так и не придумал. То есть легко написать формулу, но лучше бы это объяснять без формулы, а как объяснить без формул, мне не ясно. Ну, в общем, если старший маном перестает быть старшим маном, то такое, конечно, может случиться, но такие слагами все компенсируются друг другу. Другое дело, что сейчас мы, видимо, обойдем эту формулу, вторую формулу пьерии и чисто формально выведем ее из этой. Из формулы пьерии сразу же следует такая замечательная вещь, а именно комбинаторное описание функций Шура. Можно сделать под заголовок при помощи стандартных табло Юнга. Так, я хочу писать вот здесь. Так, что такое, кто знает, что такое стандартная таблица Юнга? Для этого, ну, давайте считать, что это тоже формула пьерии. Вот мы один раз умножали на функцию σk, а что будет, если мы несколько раз умножим на функцию σk? Предположим, мы умножим sλ на функцию, там, σ, ну, к примеру, σ2, потом умножим на σ2, на σ3, на σ1 и так далее. Задача найти коэффициенты разложения, а здесь я напишу жульническим образом s пусто. Возьмем единичку, то есть функцию Шура, соответствующую пустому разбиению, и будем умножать последовательно на элементарные симметрические функции. Задача — разложить результат по функциям Шура. Ну, как всякий догадывается, результат разложения по функциям Шура, он может быть комбинаторно описан следующим образом. Ясно, что это сумма всевозможных sμ, где μ у нас размера вот такого, 2 плюс 2 плюс 3 плюс 1 — 8. Но при этом каждая такая диаграмма, она будет встречаться несколько раз. А именно, что мы делаем? Мы сначала умножаем на σ2. Ну, что значит сначала умножаем на σ2 пустую функцию? Значит, приписываем столбец. Ну, как мы можем приписать столбец? Приписать столбец мы можем вот так. Ну, первый переход пустое, ничего, да? Умножили на σ2. Ну, тут вариантов нет. Ну, действительно, σ2 — это есть не что иное, как вот такая функция Шура, отвечающая вот такому разбиению. Но это, кстати, тоже полезная формула. Сделаем второй переход. Дальше уже есть варианты. То есть может получиться... То есть мы можем приписать столбец вот так. Ну и давайте тот факт, что мы делаем второй шаг, впишем сюда двойчики. Что на втором шаге мы приписываем столбец. Тот столбец высоты 2 на второй раз тоже умножаем на σ2. Тот факт, что мы умножаем, приписываем столбец на втором шаге, отметим, что добавленные клетчики пометим двоечками. Есть такой вариант, есть такой вариант. То есть умножение на σ2 реально дает сумму этой функции и вот этой функции, которую я здесь нарисую. Что надо нарисовать? А, то есть сумма трех слагаемых, правильно? Последнее это... Что? Последнее полоска 2 на 4. Да, да, да. Не понял? У вас первая и третья одинаковые. А, первая и третья одинаковые. Там полоска 2 на 4. А, полоска 2 на 4, да. Ну, то есть мы видим, что σ2 в квадрате это сумма трех функций Шура. Ну, конечно, это можно было и в лоб выписать. Ну, а что будет, когда мы продолжим процесс? Дальше умножаем на σ3. Ну, получаем сумму функций Шура, при этом каждая... уже одна и та же диаграмма может быть получена несколькими способами. Ну, давайте посмотрим, как одна и та же диаграмма может быть получена несколькими способами. Например, одна и та же диаграмма может быть получена из этой, а может быть получена из этой. Не правда ли? Потому что мы можем сюда приписать... Сюда приписать, что... Скажем... 2, 2... 2, 2... А здесь троечки, да? А с другой стороны... Это вот отсюда стрелочка. А с другой стороны мы можем приписать вот сюда... Так... Не опустить. А, надо поменять. Тогда не будет видно вверх. Не, нормально, да? Вот так. Так, а из этой у нас получается... Такую же диаграмму можем получить, но с другой расстановкой циферок. А именно... Циферки-то у нас вот так стояли на предыдущем шаге. И можем троечку сюда приписать и сюда переписать. Но это означает, что вот соответствующая диаграмма Sμ, вот для такой диаграммы, будет встречаться по крайней мере два раза. То есть еще где-то встречается, наверное. Ну вот, по крайней мере, есть слагаемые Sμ и есть такое слагаемое Sμ. Ну, в общем, мораль такая, что правильная формула... Правильная формула... Так... Что вот этот коэффициент перед диаграммой Sμ равен количеству заполнений этой диаграмме циферками двумя единичками, двумя двоечками, двумя троечками и одной четверочкой. Правильно? Причем заполнение циферками... Что? Тремя троечками. Да. Да. И одной четверочкой. При этом правило заполнения диаграммой циферками такое, что когда мы движемся по столбцам, у нас должно быть не строгое возрастание, когда движемся по строчкам, должно быть строгое возрастание. Значит, коэффициент подсчитывает количество заполнений диаграммы μ набором цифр. Набор цифр соответствующим тому, на что мы домножаем. Так что по строчкам строгое возрастание, а по столбцам не строгое. Удивительный факт заключается в том, что мы могли бы умножать в другом порядке. Ну, скажем, вот так. И тогда мы бы считали заполнение совсем другим набором цифр. То есть в этом случае мы бы считали заполнение вот таким набором цифр. Тремя единичками, двумя двоечками, троечкой и двумя четверочками. Правильно? Но так как результат получается один и тот же, то получается, что количество количество заполнений диаграммы Юнга таким набором, количество заполнений диаграммы Юнга по нашим правилам такими цифрками, а не одинаково. Ну, вот такой нитриальный комбинаторный факт. Ну, давайте теперь я соберу это воедино, то есть определю, что такое. Значит, что такое... Полустандартная таблица Юнга. Значит, диаграмма Юнга — это диаграмма Юнга, а таблица Юнга — это диаграмма Юнга, заполненная цифрками или буковками, или еще чем-то, значит, полустандартная диаграмма Юнга, таблица Юнга. Значит, эта диаграмма Юнга заполнена натуральными числами. Другое дело, что диаграмма Юнга заполнена натуральными числами, где, наоборот, не так, как я там написал, по строчкам не строго возрастает, а по столбцам строго возрастает. И у каждой таблицы Юнга есть содержание. Содержание — это, грубо говоря, набор кратностей этих самых цифр, то есть содержание или вес. Давайте я не буду писать определение. Если таблица Юнга как-то там заполнена, неважно, стандартно или нестандартно, скажем, 3, 7, 10, 11, 1, 2, 5, 5. Плохой пример. Давайте здесь тоже 3. То ее вес — это просто-напросто произведение переменных отвечающих цифр. То есть это х1 на х2 на х3 в квадрате, на что там? На х5 на х7 на х... на х5 в квадрате, да? На х11. Ну, каждой цифре сопоставим переменную, и вес таблицы Юнга — это просто произведение переменных, которые в ней написаны. Манум. Ну или можно говорить, что вес таблицы Юнга... Ну да. Я, наверное, оговорился, это называется содержанием таблицы Юнга, а весом таблицы Юнга называется разбиение, отвечающее этому маному. Соответственно, этому маному какое разбиение отвечает? Ну, наверное, вот такое разбиение. Ну, равно тому, чему получается. Восьми. Заметим, что это разбиение какого числа? Ну вот, того числа... То есть когда у нас имеется таблица Юнга, то с одной стороны у нас есть разбиение, отвечающее диаграмме, то есть 3 плюс 2 плюс 1, а с другой стороны есть разбиение, отвечающее содержанию, то есть чем оно заполнено. Ну понятно, что разбиение, отвечающее содержанию, оно не меняется, если мы перенумеруем как-то циферки. Ну вот содержание, оно следит за тем, какие циферки, а вес, он не следит за тем, какой циферки. Значит, вот это вес. Кажется так. Ну, может, я ошибаюсь, и надо слова содержания и вес поменять местами. Вот, теперь я могу определить вот это число. Оно называется числом костка. Ну и по определению число костка k λµ это количество полустандартных табло Юнга, таблиц Юнга. Английское слово табло переводится на русский словом таблицы. Почему-то хочется говорить неправильно. Количество полустандартных таблиц Юнга, форма, ну то есть диаграмма Юнга, которых имеет форму λ, так, а вес а вес равен μ. Но имеется в виду, что таблицы, у которых перенумерованы переменные, считаются одинаковыми в этом подсчете. Вот таким образом мы здесь можем написать, что мы здесь должны написать. Давайте я заново напишу формулу. Таким образом мы вывели следующую формулу, что когда мы берем полно... Я сменю обозначение. Берем полнооднородную симметрическую функцию σµ, то коэффициенты разложения по функциям Шура как раз и равны чему? Количеству полустандартных табло Юнга. Только заметим, что здесь мы... Здесь определение отличалось от определения на той доске. Тут по строчкам строгие возрастания, а там по столбцам строгие возрастания. Ну, соответственно, определение здесь отличается от определения здесь транспонированием. Ну, соответственно, здесь надо написать, что у нас количество... Что мы заполняем полустандартным образом, мы заполняем транспонированную диаграмму Юнга ну и с тем же самым содержанием μ. Вот. То есть содержательная вещь здесь вот это вычисление, а все остальное это просто способ формулировать. Ну, вроде бы я не ошибся. То есть коэффициенты разложения элементарных симметрических функций по функциям Шура, они такие. Это самая полустандартная таблица Юнга. Если посмотреть на вторую формулу Пьерри, которую мы не доказывали, то получается такая формула, что коэффициенты разложения полных однородных это... Ну, в силу того, что формулировка точно такая же, как вот здесь, точно такая же, как вот здесь, только с добавлением не столбца, а строчки, то, соответственно, вот здесь будет не транспонированная диаграмма, а обычная диаграмма. То есть здесь мы будем пририсовывать... Будут получаться таблицы Юнга, где, когда мы умножаем на полные однородные симметрические функции последовательно, будут получаться таблицы Юнга, в которых у нас... Ну, в общем, строчки приписываем, полоски приписываем. Ну, то есть, именно полустандартная таблица Юнга в этом определении. То есть я хочу сказать, что это совсем простая вещь, которая получается раскрытием скобок и ничем больше. Да. Ну и, соответственно, можно это еще немножко переформулировать следующим образом. Если воспользоваться тем, что... Так, я не дописал форму. Так как функции... Если воспользоваться тем, что функции Шура образуют артономерную бай, то на самом деле эти самые числа костка Это коэффициенты разложения по артономерному байзу, то есть не что иное, как скалярное произведение. А раз это скалярное произведение, то очень приятно считать скалярное произведение с полными однородными симметрическими функциями, потому что скалярное произведение с полной однородной симметрической функцией это есть не что иное, как разложение по дуальному базису. А дуальный байз к полным однородным это маномиальное. Таким образом мы видим, что функция Шура раскладывается по маномиальным следующим образом. То есть, короче говоря, мы знаем, что маномы, которые встречаются в функции Шура, они описываются полустандартными таблицами Юнга. То есть, вот такая язная комбинаторная формула для функции Шура, которая еще немножко переформулирует, а именно переформулирует ее следующим образом. Комбинаторное определение функции Шура и иногда берут эту формулировку за определение. Так. Значит, это сумма по всем... Т, таблица Юнга, форма... форма лямбда, а здесь надо написать просто то ли содержание, то ли вес. Как правильно? x в степени... ну, содержание, видимо. Этих таблиц Юнга бесконечное множество, потому что мы натуральными числами заполняем. Эта функция Шура рассматривает как функция бесконечного числа переменных. Но при этом заметим, что из этого определения не очевидно, что она симметрическая. В общем, я сейчас не буду расшифровывать, как перейти отсюда сюда. Ничего содержательного в этом нет, но когда я начну говорить, я запутаюсь. Значит, я только все-таки поясню, что здесь написано. Здесь написано, что если у нас есть таблица Юнга какая-то, ну, давайте вот... и она там как-то заполнена полустандартно. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 10, скажем. Но это означает, что вот соответствующий маном x1 в квадрате, x2 в квадрате, x3 в квадрате, x10 встречается в нашей функции Шура, отвечающей вот этой самой диаграмме. Входит в S вот в эту функцию Шура, которую я только что тут нарисовал. Ладно. Другое дело, что совершенно непонятно, почему туда входит... Почему маном какой-то, скажем... Ну а давайте те же перемены нарисуем. x10 в квадрате, x8 в квадрате, так... x7, x5 в квадрате. Почему он входит тоже с тем же самым коэффициентом? Ну вот потому что количество стандартных таблиц Юнга вот таких, стандартных таблиц Юнга вот таких почему-то одинаковое. Ну вот потому что умножать на σ2, 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 σ1 и умножать на σ2, σ1, σ2, σ2 это одинаковая операция в итоге. Что? Ну объясняли, я просто объясняю, повторяю, что вот в это... что в объяснении того, почему это симметрическая функция, значит, задействовано, дано там-то. Ну ладно, этот сюжет я закончу. Вот я провел траекторию от определения якобия к комбинаторному определению. Ну и, в общем, в сухом остатке самое главное – это вот эта самая формула π. Ну вот по существу вот эта. Которая есть не что иное, как просто тупое раскрытие скобок в умножении. Вот. А теперь я немножко сменю регистр, сделаю вид, что я не знаю, что такое S λ, определенное там таким образом или таким образом. и снова пойду от начала, так сказать, от теории представления. Так, мне надо стерить. Я все-таки начну, а потом, наверное, устрою перерыв. Так, хотя надо было бы устраивать перерыв сейчас, но… Ну, я сначала скажу простые вещи. Простая вещь – это инволюция на симметрической функции, которая на самом деле является антиподом, если знать, что кольцо симметрической функции – это алгебра Хопфа. Вот. Но про это я тоже как-нибудь скажу, и, может быть, даже в следующий раз, но сегодня не успею. Так вот, инволюция на симметрических функциях – это операция, которая соответствует нехитрой операции на кольце представлениях под названием умножение на знак. А именно, если у нас есть какое-то представление симметрической группы, ну, это я здесь не пишу, то у нас есть такая операция, что мы можем умножить на знак, а именно рассмотреть ρ, ну, а напишу tensor на знак, хотя это, конечно, не важно. Ну, что такое ρ tensor на знак? Ну, понятно, это знак от σ умножить на ρ σ. Ну, матрицу ρ σ нужно умножить на плюс или минус единичку в зависимости от того, счетная перестановка или нечетная перестановка. Ясно, что это получится представление симметрической группы, у которой просто характер, там поумножается на единички минус единички в соответствии с чем-то, ну, со знаком перестановки. Мы это сейчас на примере s5 разберем. Вот. Ну, хорошо. Ну, ясно, что это вот инволюция на кольце представления Sn. Ну, каждый неприводимый характер можно умножить на знак, получится неприводимый характер. В общем, утвердение заключается в том, что при этой инволюции, как бы это, значит, теорема. Следующая диаграмма коммутативная. Здесь у нас умножение на знак. Так, умножение на знак. Здесь у нас Фрабиниусова характеристика. Здесь у нас Фрабиниусова характеристика. То есть цикленный индекс. Вот. А здесь у нас, как в терминах симметрические функции вычисляется это умножение на знак. Но если писать его, ну, расширить коэффициенты интернациональных чисел, то на полных, на степенных суммах оно устроено следующим образом. А если смотреть на элементарные и полнооднородные симметрические функции, то они просто-напросто меняются ролями. Ну, а для полноты картины решил написать и вот это, хотя понятно, что так как это инволюция, то это лишнее. Нет. Меняются местами. Ну, то есть тут написано два утверждения, видимо. то, что инволюция вот так задано вычисляется в терминах полнооднородных и элементарно-симметрических таким образом, а с другой стороны то, что она соответствует знаку перестановки. Ну, сначала заметим, проверим утверждение про элементарные симметрические функции. Ну, про элементарные симметрические функции, это утверждение сразу же следует из формулы для... как связаны полнооднородные симметрические функции со степенными суммами. Связь полнооднородных симметрических функций со степенными суммами это то, что у нас называлась формула цикленного индекса для множества. не получается а именно мы знаем что сумма всех полных однородных симметрических функций чему равна? она равна экспоненте psi1 плюс psi2 пополам плюс psi3 на 3 и так далее напомню, что ее можно вывести чисто формально а именно взять написать, что вот это произведение единицы минус икситах по всем симметрическим переменам ну и дальше записать это как экспонент от логарифма логарифм произведения логарифм произведения это сумма логарифмов откуда получится вот это? когда мы раскрываем логарифм, как раз получается сумма степеней, но и по отдельности для каждой переменной они складываются если повторить ту же самую выкладку для элементарных симметрических функций по теореме вието это значит вот так вроде бы пишется, да? то что у нас получается? ну тоже экспонент от суммы логарифмов, только логарифм будет от вот этих штук чему же равен логарифм единицы плюсы? он равен знакопеременной сумме вроде как с чего начинается а здесь надо было знак минус где-то написать я его забыл, ну ладно а, виноват, здесь единица на, да ну в общем здесь все за знаком плюс а здесь надо последить за знаком ну и соответственно что же будет получаться будет получаться, что я здесь кажется ошибся, но неважно что получается ну в общем ошибся, да? значит, psi 1 минус psi 2 пополам плюс psi 3 на 3, вроде бы так минус psi 4 на 4, да ну откуда мы видим, что действительно, если мы на симметрических функциях с рациональными коэффициентами зададим симметрические функции с рациональными коэффициентами это, конечно, кольцо многочленов от степенных сумм они алгебрически независимы, все через них пишется ну соответственно можем отправить их куда угодно, например, можем отправить сюда так вот гомоморфизм кольца многочленов ну или такого, от бесконечных числа переменных, правда который psi n отправляет в psi n со знаком в зависимости отчетности как мы видим, он конечно вот эту штуку переведет вот в эту штуку ну и соответственно полнооднородный переведет в элементарно-симметрический ну поскольку полнооднородный это компонента однородной n-той степени она перейдет в однородный компонент n-той степени вот в этой формуле вот, то есть вот эта инволюция, она действительно переводит вот это сюда но это пока что было не мотивировано а мотивировано это на самом деле тем, что это просто умножение на знак на уровне перестановок на уровне представления симметрической группы ну давайте посмотрим на формулу для Фраббиниус-хактеристики посмотрим, что происходит там при умножении на знак по определению Фраббиниус-хактеристика представления ρ это что такое? это, ну вот, в одной из форм, в которую это можно записать это значение неприводимого характера на по всем разбиением числа n ну если ρ это представление симметрической группы Sn то значит сумма по всем разбиением числа n значение на классе сопряженности отвечающему разбиению лямбда здесь у нас полная однородная симметрическая функция Пси лямбда поделить на порядок централизатора значит перестановки из класса С лямбда которая там обозначается такой буквой ну что же такое у нас что же такое у нас ρ tensor на знак? ну вести мы это влияет только на этот коэффициент правильно? здесь мы должны умножиться на знак перестановки значит это то же самое только здесь мы умножились на знак перестановки ну я уж не знаю, или знак класса сопряженности а теперь вопрос, чему равен знак класса сопряженности? ну посчитаем знак перестановки по ее цикленному типу ну пусть лямбда это что такое? это лямбда 1, лямбда 2 и так далее то ясно что знак перестановки он равен чему? ну он равен количеству чётности количества чётных циклов, правильно? так, как это правильно записать формулу я не знаю но в общем мораль такая, что мораль такая, что этот знак можно запихать вот под это ψ ну собственно мы это сейчас и сделаем значит знак перестановки знак перестановки равен минус 1 в степени лямбда 1 минус 1 минус 1 в степени лямбда 2 минус 1 и так далее, правильно? что циклы нечётной длины не дают вклада а циклы чётной длины дают вклад в минус единичку, правильно? ну соответственно давайте эту минус единичку сюда запишем ну и получится, что это есть не что иное что минус единица в степени лямбда 1 и так далее минус единица в степени там лямбда n на psi 1 в степени лямбда 1, правильно? сейчас виноват, psi 1 в степени лучше вот так написать psi лямбда 1, psi лямбда 2, psi лямбда n вот что такое функция psi лямбда? это вот что такое но это и как ни трудно видеть это не что иное как результат применения нашей инволюции которая никакой буквы не обозначена ну в общем не знаю какую букву обозначить инволюцию что? точно лямбда должно быть лямбда не, ну просто некоторые из них равны нулю, ну и ладно равны нулю влиять на вашу верхнюю плату когда минус 1 степени ну да, да ну значит здесь надо писать r, конечно, да это вы правы n надо писать когда у нас количество чего-то там а здесь надо писать r в общем это есть не что иное как результат применения нашей инволюции извиняюсь, я здесь пропустил минус 1 как раз к функции psi лямбда потому что те psi лямбда псикаты, где k четное они должны поменять знак а те псикаты, где k нечетное они должны не менять знак ну то есть, собственно, вот тут и получилось что получилось что вот этот знак перестановки запихиваем вот сюда ну и видим, что получилось ну, собственно херу от psi лямбда на инволюцию от этого самого psi лямбда ну то есть то, что требовалось доказать что вот такой проход совпадает вот с таким проходом что отсюда следует? ну отсюда следует, например, что а, отсюда пока ничего не будет следовать потому что мы делаем вид, что мы не знаем, что такое функция шура на этом, что здесь про функцию шура ничего не говорилось ну, в общем, следующий сюжет, который я хочу обсудить так сказать, как построить таблицу характеров группы sn вручную стартуя со следующего наблюдения это наблюдение, которое мы заметили в прошлый раз что полная однородная симметрическая функция с элементарно-симметрической функцией ну, тут имеется в виду не элементарно-симметрическая функция а их произведение, то есть так, как это правильно написать? лямбда штрих лямбда штрих, да транспонированная диаграмма и правильно написать здесь так у меня, конечно, очень трудно написать правильно в общем, если мю больше лямбды или мю меньше лямбды или лучше еще сказать если мю больше лямбды, это в том смысле, что одно как диаграмма, в другом говоря, содержится в другом или лучше написать вот так так аж мю сигма лямбда штрих может быть не равно нулю, только если только если мю ниже, ну, не строго ниже, чем лямбда вот но ниже имеется в виду следующее что вот мы рисуем диаграмму и перекатываем какие-то кубики сверху вниз то есть выше-ниже это я понимаю а больше-меньше это я не понимаю это простое совсем наблюдение потому что это скалярное произведение это коэффициент разложения вот этого по маномиальным симметрическим функциям но если мы берем берем и перемножаем, что там в общем, если берем и перемножаем мне проще на примере сигма 3 на сигма 3 на сигма 2 то самая высокая маномиальная симметрическая функция которая там может встретиться это какая? это а возможно я здесь все-таки перепутал надо штрихи поставить если мы перемножаем сигма 3 на сигма 3 ну это неудачный пример давайте два раза на сигма 2 на сигма 2 то самый высокий самый, так сказать, большой маном который может встретиться, он такой когда мы перемножаем сигма 3 на сигма 3 на сигма 2 ну когда переменные больше всего перекрываются а если мы берем, значит, маномы здесь мало перекрывающиеся то маномы в маномиальных симметрических функциях будут с диаграммой Юнга, которая пониже, вот но только, видимо, здесь имеется в виду что не мю ниже лямбда штрих а, видимо, мю штрих ниже, чем лямбда штрих кажется так а, да в общем, высоких маномов не встречается это значит, что для высоких мю штрих коэффициент равен нулю так вот, исходя из этого наблюдения можно построить, так сказать, таблицу характеров ну, собственно, неприводимые характеры то есть при этом не надо знать никакой дополнительной информации то есть ничего про симметрические функции не знаем ничего там про функции Шура как-то там определенно не знаем и обращаю ваше внимание вот на что что в данный момент мы даже не знаем что характеры то вот это наблюдение позволяет нам естественным образом пронумеровать неприводимые характеры симметрической группы ну, априори, мы знаем, что их количество равно количеству классов сопряженности классы сопряженности естественным образом пронумерованы диаграммами Юнга но почему характеры неприводимые Почему неприводимое представление можно пронумирать диаграммой Йонга, это априори неясно, это некое явление природы. Но вот ответ. А, мы теперь можем дать это неявное определение функции s лямбда, исходя из этого равенства. А именно, что же мы видим? Мы видим, что что такое h лямбда? h лямбда это фрабиниус-ластеристика некого перестановочного представления симметрической группы, ну, которая действие на разбиениях. Ну, то есть, если, скажем, лямбда это 3 плюс 3 плюс 2, то это представление группы s8, которая действует на разбиениях на три блока. Первый блок из трех элементов, второй блок из трех элементов, третий блок из двух элементов. На этом множестве блоков мы действуем. Получается перестановочное представление, там, какой-то размерности, его фрабиниус-ластеристика, ну, или цикленный индекс, это наша функция h лямбда. Ну, так, теперь мы еще знаем, что функция σ лямбда, это тоже фрабиниус-ластеристика некоторого представления, правильно? Вот такую. Это означает, что вот это представление у нас разложено в сумму, там, с натуральными или нулевыми коэффициентами неприводимых характеров. Это представление разложено в сумму неприводимых характеров. Ну и, при этом, скалярное произведение, ну, давайте я здесь вот так все-таки напишу, λ' равно единице, то есть есть два вектора целочисленных, ну, в z плюс z плюс z плюс z, то есть θ λ и θ λ' они принадлежат, там, кольцу характеров с целыми коэффициентами, на котором есть скалярное произведение, например, это скалярное произведение по координатам, но вот два неотрицательных целочисленных вектора, когда имеют скалярное произведение 1. Ну, наверное, когда у них вот какая-то компонента общая равна единичке, а по всем остальным компонентам либо у одного вектора 0, либо у другого вектора 0. Но это означает, что вот этот неприводимый характер, то есть номер компонента, который равен единице, однозначно определен. Ну, давайте его и будем обозначать, я уже не знаю, рулямда. Пусть рулямда это то неприводимое представление, которое одновременно входит... Причем, обращаю ваше внимание, что вычисления мы проделываем симметрическими функциями, и нам не надо там какой-то комбинаторикой с диаграммами Юнга заниматься, как это делается при обычном подходе, который одновременно входит в... Во что там? В θ-лямда и θ-лямда штрих, тензорный знак. Так. Ну, давайте посмотрим на примере, как можно, как можно явно там по индукции вычислить, собственно, вот этот характер. Ну, в качестве примера возьмем не хитрый пример, а именно С5, с которым можно и так вручную справиться, без всякой сложности. А, видимо, группа С6 — это упражнение. Так, я забыл еще сделать замечание, еще когда говорил про формулу приири. Из формулы приири сразу же следует, к примеру, такая формула, что вот такая функция Шура — это, как вы думаете, что? Это есть не что иное, как элементарная симметрическая функция. Но теперь мы можем то же самое сказать, исходя из вот этого определения. То есть раньше мы пользовались тем, что там функция Шура — это обобщенный вендермонд. А теперь заметим, что вот это верно, исходя из только что данного определения функции Шура. если функцию Шура определить как образ. Определим. В данный момент за определение возьмем вот такое. Ро лямда мы определили, то, что входит туда и сюда. Значит, определили функцию Шура. Вопрос, почему вот это верно? Ну, потому что соответствующее представление тета лямбда штрих — это что такое? Это действие на разбиениях на один блок, но разбиение на один блок у нас одно. То есть это просто тривиальное представление. Сейчас. Правильно я нарисовала или неправильно? Вот эта функция, она должна входить в H, чего там? H вот такое и σ вот такое. А, да. Ну, то есть не ваша σ. Что значит σ вот такое? Это значит, мы действуем на разбиениях на один блок и подкручиваем на знак. Разбиение на один блок — это тривиальное представление, это подкручиваемое на знак. То есть просто по вот всего только что данного определения, вот эта функция Шура, есть не что иное, как фрабиниус-теористика представления под названием знак. Ну, а что такое фрабиниус-теористика представления под названием знак? Но это есть не что иное, как результат нашей инволюции, примененный к фрабиниус-теористики единичного представления группы Sn. Единичное представление группы Sn — это действие, наверное, на элементных множествах, которое одно. Ну вот его фрабиниус-теористика — это полнооднородная симметрическая функция. Ну и, соответственно, что еще мы можем сразу же заметить, что у нас определение дано так, что автоматически получается, что инволюция вот по вот этому определению, по тому определению, по старому определению это не совсем ясно. Это есть не что иное, как σλ. Ну, потому что, потому что что у нас делает инволюция? Оно вот эти штуки меняет местами, так сказать. Ну, как это? Ну, по определению ρ λ' оно куда входит? Оно входит в θ λ' и θ λ' тензорный знак. А это как раз то, что получается из этого умножением на знак. Правильно? θ λ' получается умножением на знак. θ λ' умножить на знак получается умножением на знак. Ну, а это означает, что фрабиниус-теористика ρ λ' есть не что иное, как результат применения инволюции к чему-то. к фрабиниус-теористике ρ λ' в силу вот этой диаграммы. То есть мы уже знаем два неприводимых представления. Вот такую функцию Шуру, которая элементарная, симметрическая, и, соответственно, симметричная. Вот такую функцию Шуру. Которая получается из вот этой применением инволюции. То есть она равняется hn. То есть мы, конечно, это знаем еще из формулы Пьерри, но с формулой Пьерри мы пользовались другим определением функции Шуру. А сейчас мы забыли про него. Знаю почему-то все время про него напоминаем. Ну давайте посмотрим, как работает рассуждение по индукции. То есть вместо того, чтобы доказывать в общем виде какое-то утверждение, а утверждение заключается в том, что можно, что можно там что-то типа процесса артегонизации устроить, чтобы... В общем, утверждение на самом деле заключается в том, что матрица перехода от базиса h лямбда к базису s лямбда, она треугольная. В каком-то смысле, если разумным образом упорядочить все диаграммы Юнга. Ну мы это проиллюстрируем на примере группы S5. Ну давайте считать, где у меня группа S5. Да, в группе S5 у нас много классов сопряженности. Кажется, 7. Ну давайте их напишем. Сначала четный класс сопряженности. Все, четные закончились. Теперь нечетные. Так, здесь у нас цикл длины 4. Что? Не то. Да, не то. Это у вас вроде самый первый, он, конечно, не четный. Кто? Это четный, четный, четный. Я понял. Вот так. Их 7 должно быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь я напишу порядки. Один, двадцать, сколько этих? Пятнадцать. Этих двадцать четыре. Этих десять. Этих тридцать. Сейчас. Пять и шесть. Сколько будет? Тридцать. Этих двадцать. Столько же сколько этих? И какие же мы знаем уже представления? Мы знаем представления такие. А, здесь я просто буду писать диаграмму Юнга. Мы знаем вот такое представление. Ну, то есть РО вот такое. Я уж не буду писать букву РО. Один, 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 один. Очень хорошо. Мы знаем умноженное на знак. А, умножение на знак, это транспонирование диаграммы Юнга. Очень хорошо. Пять клеточек. Один, 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 один. Минус один, минус один, минус один. Ну, а дальше начинается немножко сложнее. Мы можем посчитать с вами вот такую функцию. H, что там? Раз, два. Ну, давайте ее посчитаем. Или РО такую, или H такую. Ну, виноват. Точнее, можем посчитать характер от ТЭТа с таким номером. Ну, вот это индекс. Что это такое? Это разбиение на двух блоках. Размер 4, размер 1. Ну, разбиение на два блока, размер 4, размер 1, это просто отмеченная точка. То есть это действие группы S5 на вот, на циферках 1, 2, 3, 4, 5. Как считается характер? Ну, характер считается очень простым. Для перестановочного представления характер — это количество неподвижных точек для данного элемента. Сколько неподвижных точек у единички? 5. Сколько неподвижных точек у... В данном случае действие именно на точках 1, 2, 3, 4, 5. Поэтому все совсем просто. Здесь 2, здесь 1, здесь 0, здесь 3 неподвижных точки, здесь 1, здесь 0. А теперь заметим, что... Что заметим? Заметим, что в действительности представление... Что там? Нас интересует... Вот эта вещь. Так вот мы можем сказать, что скалярное произведение вот этой вещи со всеми более высокими функциями, чем вот это, оно равно нулю. Вот, например, у сета равно нулю. Ну, так как скалярное произведение... Скалярное произведение вот этой штуки. Здесь надо написать транспонированную диаграмму вот какой-то. С любой более высокой. Здесь произвольное более высокое, чем... чем вот это. Я для примера нарисовал конкретное. Ну, а это равна нулю по нашему рассуждению. Давайте я все-таки для этой конкретной картинки напишу это рассуждение. Что же здесь говорится? Что здесь говорится, что... Что здесь говорится? Что-то у меня не сходится. Неправильно написал. Извиняюсь. То, что с этим-то как раз не равно нулю, а, видимо, σ равна нулю. Ну, надо было, видимо, написать так, как здесь написано. То есть это я написал чушь, видимо. То есть я хочу произнести рассуждение, которое произносится так же, как в общем виде. Вот нам нужно найти характер вот такого представления. Мы знаем, куда оно входит. Оно входит в... Ну, не на языке представления, а на языке симметрических функций. Входит вот сюда, вот в такую полнооднородную. А мы хотим сказать, что скалярное произведение вот этой полнооднородной с большинством симметрических равно нулю. То есть, а именно, скалярное произведение с любой σ, которая более низкая, чем вот такая. То есть вот с такой она ровно единички, да? А с любой более низкая равно нулю. Если вот сюда более низкую диаграмму вставить, то будет равно нулю. Ну, в частности, все остальные. А, вот что давайте напишу. Я напишу, что скалярное произведение с этим и вот с этим. Так. Эта штука входит сюда и сюда. Но при этом... А. Видимо, вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что вот сюда, вот сюда, ничего кроме вот s такого и s такого не входит. Потому что если бы туда входило s более высокое, если бы вот в эту полнооднородную симметрическую функцию входила бы функция Шура с более высокой диаграммой, то что бы это означало? Ну, предположим, к примеру, что... если бы вот эта штука входила вот сюда. Это бы означало какое-то противоречие. Сейчас поймем, какое. А именно, мы знаем, что вот эта штука входит вот сюда. Давайте я вот так нарисую. Вот так нарисую. Чтобы была несимметричная диаграмма, а то нас мутит. Если бы... Эта штука, мы знаем, что она входит по определению в элементарную симметрическую функцию, транспонированную. То есть в какую? Вот в такую. Но с другой стороны, скалярное произведение вот этой элементарной симметрической функции с вот этим должно равняться... Так, я транспонировал. То есть я хочу показать, что вот эта вещь сюда не входит. Она действительно сюда не входит. А почему она сюда не входит? А почему она входит? Вот. А почему она входит? А, ну потому что маномиальная симметрическая функция, которая отвечает этой штуке, это же маном, извиняюсь, x4 на y, правильно? x4 на y, он, конечно, вот сюда не входит. Здесь опять неудачный пример, потому что они почему-то одинаковые. в общем, маномиальная симметрическая функция, которая отвечает вот этому, если ее... но она, в нее выходят слишком большие, слишком высокие маномы, которые вот сюда не входят. Ну, это на том же языке я произношу, да. Нет, произнести, кто из них лямбда, мю, и кто больше кого, я не могу. Я могу произнести на этом языке. Вот элементы разбиения, это полоски. Вот у нас полоска, да. Значит, маномиальная симметрическая функция, отвечающая вот этой диаграмме, там маном x4 на y, ну и все такие же. Ну или x1 в 4 на x2. Но x1 в 4 на x2, он не входит в произведение σ4 на σ1. Вот здесь написано σ4 умножить на σ1. Мы умножаем σ4 на σ1, мы никак четвертую степень не заработаем. Вот. Ну и на самом деле, надо сказать, что никакая... что вот сюда входят только те функции s, которые получаются из этой диаграммы перекатыванием вниз. То есть вот сюда входит только вот это s и вот это s. Но при этом вот это s, она уже построена. Поэтому для того, чтобы построить вот эту s, нам достаточно вот отсюда просто вычесть вхождение вот этого. Но при этом заметим, что вот эта штука входит сюда с коэффициентом 1. Ну, это все сложно говориться, но вычисления тут, в общем, тривиальны, потому что действительно скалярное произведение вот этой строчки вот с этой строчкой, если вы посчитаете, оно будет равно 1, но это, правда, и так ясно. Видите, 5 плюс 2 на 20. Так, 5 плюс 20, 25, плюс 15, 40. Что-то у меня не сходится. Плюс 30. Что у меня не сошлось? Я вот с этим, Саши считаю, с первой строчкой. Начинаю, пытаюсь посчитать скалярное произведение. Оно должно получиться равно 1, то есть 120. Так, 5 плюс 40, 45, плюс 15, 60. А, я неправильно посчитал, понятно. 60 и 60, 30, 30, 120. Скалярное произведение единицы, значит, в этот характер входит этот неприводимый характер с коэффициентом 1, и можно его вычесть. Но это, конечно, совершенно обычное вычисление, потому что, когда есть стандартное представление симметрической группы, из него вычесть тривиально, получится неприводимое представление, отвечающее как раз вот этой диаграмме Юнгу. Но это совсем общее рассуждение, оно ничем не отличается n равно 5 от n равно 5. Давайте вычитать первую строчку, то есть по единичке вычтим. 1, 4, 1, 0, минус 1, 2, 0, минус 1. Это мы что с вами нарисовали? Мы с вами нарисовали вот такую. Вот такой характер. Ну и, соответственно, транспонировать давайте нарисуем. Раз, два, три, четыре. Транспонирование это то же самое, но со знаком. Здесь нечетное, знак минус 2, здесь нечетное. Так, что дальше можно рисовать? Дальше можно рисовать следующую просташинство. Следующая более высокая диаграмма по сравнению с этой, это какая? Это надо перекатить что-то наверх. Что можно наверх перекатить? Ну, видимо, вот это сюда. Так, это все-таки посчитаем, потому что тут нам... А, что-то не так. Вот так. Соответствующее перестановочное представление это действие на разбиениях на два блока, 3 и 2. Ну что такое два блока, 3 и 2? Ну реально, два блока, это все равно, что на, скажем, двухэлементных подмножествах. Сколько у нас двухэлементных подмножеств? Двухэлементных подмножеств у нас 10. Ну, соответственно, когда мы считаем... Сколько у меня там осталось? У меня еще три, да? Значит, сюда надо писать. Значит, характер вот этой штуки перестановочный, легко считается, и он равен чему? 10 неподвижных точек. Сколько пар сохраняется, неупорядоченных пар сохраняется при сдвиге на три? Ну понятно, что только пар 4 и 5 сохраняется, да? Сколько пар так сохраняется? Ну, вроде бы две пары сохраняются. Сколько пар тут сохраняется? Ноль. Сколько пар тут сохраняется? Ну тут много. Тут одна пара такая и три пары таких. Итого четыре. Тут ноль. Тут одна. Вот, и теперь я хочу сказать, что из неприводимых представлений РОС-диаграммы сюда входят только те, которые там более плоские диаграммы А именно сюда могут входить только вот это и вот это Но почему? Ну вот по той же самой причине Потому что туда не может входить более высокая диаграмма Если бы туда входила более высокая диаграмма, это бы означало, что... Это бы что-то означало... Но я сейчас опять буду вынужден... Если сюда входит более высокая, ну, к примеру, какая? К примеру, вот такая То предположим, что вот это с вот этим не равно нулю Тогда бы мы, наверное, получали... Мы знаем, что по определению вот эта штука входит в σ транспонированное А σ транспонированное... Вот это вот с этим не равно нулю Но это означает, что в этой σ σ3 на σ1 в квадрате, да? Но σ3 на σ1 в квадрате не входит маном Какой? x1 в квадрате на x1 в кубе на x2 в квадрате Вот сюда не входит x3 на y в квадрате, правильно? Скалярное произведение исполнено однородное Это коэффициент разложения по маномиальной По маномиальной, в которую входит маном x3 на y в квадрате Но x3 на y в квадрате вот сюда не входит Но сюда... То есть если бы сюда входил куб Это означало, что мы взяли x отсюда, x отсюда и x отсюда два раза Для квадрата бы у нас места не осталось То есть максимум, что сюда входит, это входит x3 на yz Ну когда из первой скобки берем x, из второй скобки x, из третьей скобки x В общем, если из первой скобки берем xyz, из второй скобки x и третьей x Мы получаем x3 на yz, а x3 на y в квадрате мы ниоткуда не зарабатываем Это вот как раз то рассуждение, которое говорит, что вот скалярное произведение с какой-то там то ли более высокой, то ли более низкой Диаграмма λ' равно нулю Но вот здесь видно, что они там в правильном порядке работают Соответственно, для того, чтобы построить вот это представление Нужно вот отсюда повычитать меньше уже построенное То есть то, что уже есть То есть надо вычесть вот это, если надо И надо вычесть вот это, если надо Ну вот это всегда можно вычесть Давайте его вычтем Пу-пу-пу Ну потому что В перестановочное представление всегда входит тривиальное по крайней мере один раз, то есть вычитаем единичку, получаем вот эту штуку, ну а теперь посчитаем скалярное произведение вот с этим, что получится 9 и 4 36 плюс 15 плюс 24, это сколько? 36 плюс 24 это 60 и плюс 15 плюс... так не сошлось 9 и 4 а 1 на 0 лишнее, да, ну значит 36 плюс 24 60 и здесь 60 вот 60 и все на действительно 120 значит можно вычесть это будет вот наше представление которое сюда, значит от этой девятки отнимаем вот эту четверку, надо не перепутать какую, будет 5 минус 1, 1, 0, 1, минус 1, 1, от 0 отнимаем минус единицу, получаем 1, кажется так ну можно конечно проверить для контроля скалярное произведение с предыдущей строчки какое-нибудь, чтобы оно 0 получилось, ну можно проверить, да, там 20 минус 20 от 0 вычли минус 1, ну и соответственно можно сразу двойственное построить у нас останется кажется всего одно представление, ну а мораль такая, что это рассуждение естественно в общем виде проводится, это как раз утверждение о том, что вот есть правильный порядок на диаграммах юнгов, который приводит к тому, что матрица перехода от вот этих самых функций в шура к полным однородным, она треугольна, вот, ну и хорошее упражнение это конечно для 6 на 6 написать, там по-моему где-то есть штук, то ли 10, то ли 12 классов сопряженности какой у нас, какой у нас остался, какая осталась диаграмма юнга, тут конечно можно было бы просто нарисовать характер оставшийся, но осталась у нас вот такая диаграмма юнга, раз, чё там ну, ну что то есть действия на, чем, на разбиениях вот на такие блоки 3 плюс 1 плюс 1 плюс 1, ну это уже такой большой размерности представления, то есть это все равно что разбиение на упорядоченных пар, поскольку блоки-то пронумерованы, упорядоченных пар у нас 20, поэтому это очень тяжело конечно, но окажется, что вот туда будет входить, сколько у нас упорядоченных пар тут сохраняется, ну видимо 2, да, здесь упорядоченных пар, ну упорядоченных пар, да, сколько здесь упорядоченных пар сохраняется, ноль ну вроде ноль, да, как интересно, здесь сколько упорядоченных пар, ноль, здесь сколько упорядоченных пар, три, здесь ноль, здесь тоже ноль, интересно, похоже ли это на правду давайте посчитаем скалярный его квадрат, сколько будет? 400, 40 и 90 не сошлось а, не 40, 80, 480 и 90 то, что в квадрат нужно возводить, я в квадрат решил возводить 400 плюс 4 на 20 плюс 9 на 10 сколько получилось? не сошлось а, потому что порядочных пар тут все-таки не 3, извиняюсь, а 6, да поэтому здесь 360, 480 на 360 ну так надо поделить на 120, это будет 4 плюс 3, 7 да, то есть скалярный квадрат этого характера 7 ну, то есть это что там, видимо 7 слагаемых или 1 плюс 1 плюс или 4 слагаемых 1 плюс 1 плюс 2 ну ладно, давайте вычислить причем заметим, что мы заведомо знаем, что туда не входят более высокие что туда не входят? туда не входят туда не входят вот это это что нарисовано такое? да, они стерлись в общем, туда не входят ни это, ни это, ни это ну это, кстати, тоже можно проконтролировать, но действительно не должно входить и не входит не знаю, надо ли контролировать ну давайте я все-таки проконтролирую 80 плюс 40, 120, минус 120, да, не входит а это следует из вот всего лишь одной формулы вот-вот-вот сейчас давайте все-таки его допишем сначала отнимаем единичку 19, что там 1 минус 1 минус 1 5 минус 1, минус 1 ну теперь давайте рискнем и посчитаем скалярное произведение вот с этим это очень сложно 76 плюс 20 96 плюс 24 120 плюс 100 нет плюс 50 так, еще раз 7 и 6 плюс 20 96 плюс 120 так, здесь у нас на пятерку, да 5 на 2 на 10 а, это 100, да еще там 20 то есть скалярное произведение 2, да скалярное произведение 2 значит надо отнять удвоенное вот это то есть отнять 8, 2 и так далее отнимаем 8, что получается 11 отнимаем 2 1 отнимаем 0 отнимаем минус 2 1 отнимаем 4 1 отнимаем 0 минус 1 отнимаем минус 2 1 так, и отсюда еще надо что-то отнять отсюда надо отнять а, и заметим, что эти самые скалярные произведения это есть это, конечно, надо было проиллюстрировать это как раз те самые числа костка и есть вот, ну сейчас досчитаем теперь что надо отнять вот это, да ну, на самом деле скалярное произведение с этой штукой, видимо, будет единицы вряд ли мы два раза отнимем да, поэтому ответ будет такой 11 минус 5 6 минус 1 минус 1 0 минус 1 отнять 1 минус 2 1 отнять 0 1 1 отнять 1 0 минус 1 отнять минус 1 0 1 отнять 1 0 ничего удивительного, что здесь получились нули, потому что на самом деле что на самом деле это представление, оно чем-то оно при умножении на знак должно переходить себе ну потому что это симметричная диаграмма умножение на знак это транспланированная диаграмма Юнга, при умножении знака должны принять себе, при умножении знака эти числа обнуляются. В общем, я продемонстрировал вот этот самый принцип, правда, я, конечно, собирался объяснить, как бесплатно объяснить, что вот такое определение функции Шура совпадает с определением функции Шура через определение Вандермонда, это объясняется буквально за там пару минут, просто можно проверить, что функции Шура, определённые через определение Вандермонда, вот этим самым свойством обладают, а именно, функция Шура, определённая через определение Вандермонда, она очень часто скалярное произведение, там, σµ имеют нулевое, просто вот по формуле Пьерри, которую мы доказали. Так, сейчас пытаюсь произнести фразу заключительную. Значит, как у нас определяется функция Шура? Мы сейчас её определили как то, что входит сюда и сюда, но на самом деле можно определить следующим образом. sµ, оно входит в слагаемом в σµ, но при этом, sµ входит в σµ, но при этом во все там то ли большее, то ли меньшее, чем λ, оно не входит. Ну так вот, то, с чего мы начали, формула Пьерри, они считают коэффициенты разложения вот этого вот по этому, вот этого вот по этому. Ну и мы видим, что коэффициенты разложения вот этого вот по этому равны нулю, если там содержание очень большое. Ну нетрудно видеть, что если у нас есть там, скажем, вот такая таблица Юнга, то там не может быть содержание, скажем, 4 единички. Сейчас. Какие у нас строгие и какие нестрогие возрастания? Нестрогие по столбцам, да? Но 4 единички туда входить не может, потому что 4 единички обязаны были быть записаны в первом столбце. Ну и, соответственно, это означает, что некий коэффициент вхождения чего-то во что-то равен нулю. Ну вот это он и есть. Короче говоря, из формулы Пьерри сразу же следует, что классические определенные функции Шура вот этим характеристическим свойством обладают. Ну вот, да. То есть проще сказать, что откуда следует, чем как-то это написать аккуратными обозначениями. Все.